Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! У нас февраль и активная пора рассылки семян почтой. Все покупают. Вот у нас семена все подписаны, разложены по вот таких вот. Сейчас я покажу коробочкам. Каждый сад подписан. Как видите, в каждой коробочке есть пакетики. Они тоже подписаны. Здесь лежат семена. И мы сейчас отправляем заказы, которые поступают к нам. Вы также можете заказать семена. Под видео есть в описании ссылочка на наш каталог, электронная почта. На наш ссылочка сайт. Можно перейти на сайт, скачать каталог и по каталогу выбрать семена. Все, что непонятно, там можно написать на почту, позвонить по телефону. Мы все вам поможем и подскажем. Это все у нас, смотрите, томаты. Вот сколько много сортов у нас томатов. Ну а в сегодняшнем видео я хочу вас познакомить. Возможно, вы уже и знаете эти сорта. А может быть и не знакомы с ними. Я вам хочу показать пятерку моих любимых розовоплодных томатов. То есть, это сорта томатов, которых плоды с розовым цветом, розовая кожура и розовая мякоть. В этом видео я покажу вам такие томаты, как корейский длинноплодный, тайский розовый, чио-чио-сан, сахарная голова и розовый мед. Это очень вкусные и очень популярные сорта, которые покупают садоводы и огородники. И вам их рекомендую тоже посадить. Так что, усаживайтесь поудобней, смотрите видео. Впереди вас ждет обзор, как они растут на грядке, взвешивание плодов. Этих пяти сортов вы дома посмотрите и захватите их тоже посадить и купить. Напомню, что купить их можно у нас. Смотрите в описании. Ссылочка на сайт. Переходите и качайте каталог. Всем приятного просмотра. Не забываем подписываться на канал. Поставьте лайк. Это поможет нашему каналу и мне будет приятно. До новых встреч. Один из самых интересных сортов. Один из самых моих любимых. Корейский длинноплодный. Выращиваю четвертый год. Плоды розовые. Удлиненные. Большинство плодов с таким всегда изогнутым носиком, как крючок. Вот, смотрите. Просто неописуемо красивый сорт. В форме перца. Кому он напоминает перец. Сосулечки различные. Положим сейчас. Посмотрим его вес. 165 грамм. 165 грамм. 171 грамм. 156 грамм. Куст высотой примерно метр сорок. Плоды розовые. Мякоть мясистая, сочная. Подойдет сорт для консервации, салатов. Сорт средний и ранний в этом году. Вот, как видите, его шпалера. Очень много плодов. Неплохой рожой. Получаем ежегодно. Используем для консервации. Для употребления в свежем виде. Вот его зеленые плоды. Это спелые. Взялся, отваливается. Вот, как видим. Красавчики. Тоже рекомендую. Это мой любимчик. Многие, кто покупал семена этого сорта, у меня радуются урожаю и вкусу. Отличный сорт. Всем рекомендую. Томат тайский розовый. Мне его привезли из Таиланда. Вот, посмотрите. Какой красивый розовый помидор. Давайте на солнышке глянем. На него. Просто красавец. Как видите, нету зеленого пятна. У плодоножки. Ну, тут это на солнце он подгорел. Этот был в тенечке. Вообще, смотрите. Шикарный. Такая вот мякоть. Розовая. Давайте посмотрим его вес. 351 грамм. 400. Крупный. Плотный. Мякоть розовая. Сочная. Одно мясо. Одно мясо. Вот. Такой вот. Дали слышите мотоцикл. Это ко мне дядя едет в гости. Посмотреть на помидоры. Пока он доедет, я успею снять это видео. Вот два помидора. 750 грамм. Три помидора будет больше килограмма. Куст высотой метр двадцать. Вот килограмм сто семьдесят. Три помидора. Это для целой большой семьи покушать. Урожай достаточно высокий. Они не растрескиваются. И хорошо выдерживают жару. Посадите эту новинку. Этого сорта сейчас в этом году нет ни у кого. Я его вырастил впервые. Никто до меня его не выращивал. Это привезли меня из Таиланда. В цветном пакетике. Там его купили отдыхающие. Я перевел название. Вот. Вот так вот. Этот сорт. Достойный. Сладкий, вкусный. Плотный. Мякоть плотная. Вот. Рекомендую попробовать эту новинку. Нам он понравился. С удовольствием посадим и в следующем году. Томат Чио-Чио-Сан. Этот сорт я выращиваю уже больше 15 лет. Он очень урожайный. Гроздевой. Посмотрите. Вчера полили помидорчики и они полопались. Много влаги. Вот такой вот сорт. Розовая сливочка. Большие Громки. Шикарный урожай в этом году. Кусты облеплены. Частично уже мы сняли плоды. Часть еще осталась. Сегодня надо собрать их. Вот это все Чио-Чио-Сан. Куст высотой до 2 метров. Плоды розовые. Вот такая мякоть у них розовая. Двухкамерный. Семен. Много. Такой вот мидорчик. Уже даже перезрели. Вот такая вот Громка. Одно срезал. Давайте попробуем на весах как она и не поместится. Хотя бы как-то положить. 544, но вы видите плоды не все легли. Один плод весит 32 грамма. 39. Давайте вот покрупнее. 42. Отличный сорт. Прекрасно подходит для консервации. Кислиночка совсем маленькая. Он вообще такой знаете необычный вкус. Вкус настоящего помидора. Ароматный. С еле-еле такой чувствую кислинкой. Мне он нравится. Вкус настоящего помидора. И опять новинка от агрофирмы Сибирский сад. Сахарная голова. Вот такие вот плоды сердцевидной формы. Кустики невысокие. где-то 80 сантиметров метр не выше. Есть пятна у плодоножки. Но это не помеха этому сорту. Потому что он вообще по вкусу бомба. Вот второй сердцевидный розовый. Ну все сердцевидные розовые. Не все а большинство сортов они имеют пятно. Ну я же говорю что по вкусу этот сорт стоит выращивать. Вот его мякоть. Кстати в мякоти тоже есть прожилки. В этом году я во всех сортах агрофирмы Сибирский сад именно сердцевидные помидоры наблюдаю прожилки. Но они неощутимы. Это они там где-то с краюшку. А там мякоть смотрите без семян сочная плотная классная. Вот давайте взглянем 343 грамма. Вот поменьше плод 271 Вот такие классные помидоры. В банку конечно они не влезут чтобы законсервировать. Хотя они плотные не треснули бы было либо вкуснее но они не поместятся. Даже вот этот тот что 270 грамм он не влазит в банку. Зато их можно кушать в салатиках на томатный сок или еще можно консервировать и резать кусочками. много рецептов особенно томаты с луком вкусные. сахарную голову посадите обязательно. Мне он понравился. Я вырастил его впервые. Мне понравился. Буду выращивать с большим удовольствием. И вам тоже рекомендую его посадить. Сорт ранний. Созревает один из первых. В этом году у нас созрел один из первых. томат. Так что сажайте его. Очень классный томат. Я думаю что и в тепличке он будет прекрасен. Будет хороший рожай. В открытом грунте он получился неплохой. Друзья это любимец уже наверное я не считал больше 10 лет да больше 10 лет томат розовый мед. агрофирма Сибирский сад. Он даже довисел со меня на кустиках что перезрел и уже лопнул от переизбытка влаги. А вот смотрите вот такое сердечко есть пятнышко такое вот классное сердечко розово малинового цвета обзамен на мякоть здесь нет семян видите там торчит какое-то вот зернышко вот зернышко там одно одно мясо вот это помидор я его каждый год выращиваю потому что это самый вкусный томат среди сердцевидных розовый настоящий мед а плоды вот смотрите 490 грамм 275 и это не предел есть плоды вот еще зеленые висят на кустиках которые затянут до килограмма а так средний вес 400 500 600 грамм ну а уже последующие идут вот и помельче ну я скажу так первая кисть это всегда 400 килограмм вторая третья кисть плоды поменьше и они более правильной сердцевидной формы потому что первая кисть идет такая тоже сердце но большое удлиненное и уже которая завязывается в сентябре в конце августа там красивое красивое сердце будет ну сорт это просто бомба по вкусу в десятки самых сладких самых вкусных сортов за счет того что нет сока семян в нем нет кислоты одна мякоть обалденный я вам его рекомендую посадите и попробуйте этот чудо помидор спасибо сибирскому саду за такие вот классные помидоры в частности розовый мед под